Друзья мои, мы поймали еще одного, первого профессионала на турнире, которого мы встретили. Это Денис Романов. Привет. Дэн, в Португалию ты скоро едешь? Да. Да. И ты теперь будешь выступать? Классик-физик. Вот. Я вижу, на самом деле, по ширине этих дельтовидных, что ты делал? В каком плане? Ну, ты набрал, ты стал больше. Ну, набрал-то, конечно, да. А плюс сколько у тебя от того сезона? А, получается, ну, если я беру подготовку, да, когда месячная готовность, то там я был 97-98, сейчас я 103 уже, достаточно такой формы. Плюс 5 килограмм, получается, да, месячная готовность. Это очень хороший прогресс, получается, ну, полгода прошло. Да. Ты накидывал примерно такого качественного веса килограмм в месяц. Получается плюс-минус, да. У тебя какие-то были особенности подготовки, или это твой стандартный прогресс, как ты вот, ну, растешь, тренируешься, или ты что-то изменил, что-то добавил, что позволило сделать, ну, 5 килограмм – это реально за полгода большой скачок для сухого веса? Ну, в целом, я думаю, стандартно все было. Просто постарался, конечно, побольше есть, а у меня не получилось, как обычно. У нас было цель до 107 дойти, но максимум 105 было. Вот, дальше никак не могу, хоть сколько не ем, все. Живот растет, как бы, все остальное нет. И вот было принято решение, что я буду, как бы, сказать, с удовольствием питаться, кушать. И иногда там для калорийности, для общегося, закидывать какие-то булки, что-то такое. Вот, и так потихоньку, потихоньку. Я лучше всего компенсирую, ой, прогрессирую на компенсацию после соревнований. То есть у меня сразу такой, оп, хороший скачок, и я его потом держу. Ну, если получается, немножко еще увеличу. То есть, так скажем, маленький секрет от профессионала Дениса Романова выступать чаще, сушиться и набирать за счет компенсации после соревнований. Да, 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 совершенно верно. Потому что я, вот именно я набираю вот это все мясо во время сезона. То есть у меня пока идут старты, я смотрю, я все вот, как бы, становлюсь суше, и вес все больше, больше, больше. То есть, тема, которую многие проповедуют спортсмены, типа, выиграл, выступил, ушел в подвал на полтора года качаться, набирать в капюшоне, ни с кем не разговаривать, и выйти, и удивить, это не твоя дужука. Дэн Романов в форме выступает везде, где можно выступить, куда можно прилететь даже через Луну, пересадки через Луну, это тоже Денису полеты. Не, ну, конечно, я, ну, именно вот этот вот самый кайф выступать. Я вот тоже не понимаю спортсменов, которые выиграют про-карту, и на год, на два, на три уходит набор какой-то. Ну, если тебе дали про-карту, значит, судьи тебя видят про-атлетом. Значит, надо идти выступать на про-соревнования уже сразу. Зачем вот эти наборы? Так, ты как специалист по всему, что происходит в НПС, наверное, мне скажешь. Я так, если я верно понял, какое-то нововведение, человек, который теперь получает про-карту, право, да, он должен ее сразу подписать, и уже по-любителям выступать не может. Верно я понял? Да, он сразу ее активирует, то есть, если он выходит по-любителям, то он ее, соответственно, теряет. Ага, то есть, ты вышел опять по-любителям, про-карту потерял, Дону выиграть заново. Ты считаешь, это правильно, чтобы так, прямо, это не только твердый толчок, это такой хороший пинок под сраку, дружище, теперь ты про, иди. Я думаю, да, наверное, это правильно, потому что, ну, многие тоже вроде, он в Сатусе про, начинает выходить на других соревнованиях, и бывает, судьи ему авансом дают первое место, хотя есть выше, круче него другие спортсмены. Поэтому, все, получил про, путь добр, готовься, про выходи. А как ты считаешь, если бы такое правило или похожее было введено, например, в IFBB, к примеру, трижды чемпион России, все, дружище, иди в Elite Pro. Ну, не нужно нам тут, как ты считаешь, правильно? Это правильно, правильно. Я бы вообще даже со второго уже был, потому что я смотрю, вот, я это даже часто говорю у себя везде на видео, то, что спортсмены, вот сколько раз, вот Россия, там, Москва, Питер, одни и те же выиграют, одни и те же выступают. Я думаю, какой в этом интерес? Ну, вот ты поднялся уже, ну, выиграл Москву, выиграл Питер, выиграл Россию, ну, иди ты дальше там. Ну, некоторые даже бывают, да, Европу, мир, Европа, мир ездят. Но возьми прокарту, выступай с лучшими. Дэн, я был рад тебя видеть, рад слышать, это, блин, это было прям лично мне, интересно все, спасибо тебе огромное. Ну, ты знаешь, я тебя желаю успехов, мы тут скоро встретимся. Да, да. Вот Дэн будет от нас прятаться, чтобы мы с Ромой не мешали ему нормально жить. Два дебила это сила. До скорой встречи, друг. Напоминаю.